Системный администратор Франгиз для сотрудников этой проектной организации настоящая палочка-выручалочка. Грамотный, вежливый, исполнительный. То, что у парня ДЦП никого не смущает, а за пять лет его работы этот недок даже перестали замечать. Как, впрочем, и сам Франгиз, он давно живет полноценной жизнью. Я получил высшее образование. Теперь работаю системным администратором. У меня есть любимая девушка, с которой мы проводим время. Путешествую много. Люблю. Бывал уже в разных странах. Очень люблю заниматься спортом, в частности шахматами. В этом виде спорта я добился уже достаточно много призовых мест. В настоящее время диагноз «инвалидность» имеют почти 7% населения Нижнекамского муниципального района. Оттого Нижнекамск стремится к тому, чтобы стать доступнее и комфортнее. В этом направлении активно работают сразу несколько организаций. Реабилитационный центр «Надежда» – два общества слепых и глухих. Ассоциация родителей и опекунов детей-инвалидов. Городская организация инвалидов. В результате люди с ограниченными возможностями здоровья могут вести активную жизнь. Творческую, профессиональную, спортивную. Физиология человека заключается в том, что человек постоянно развивается от рождения и до смерти. И вот этот процесс, именно этому процессу сильная динамика придается именно в массовых спортивных залах. Инвалиды, страдающие из ДЦП, прямо скажу, что на 99% восстанавливается. За последние годы сделано немало и в плане инфраструктуры. Есть доступный общественный транспорт, социальные объекты и тротуары оборудованы пандусами, плавными спусками. Но все же главным для людей с ограниченными возможностями здоровья являются общение и выход в социум. Нынешний марафон добра, стартующий в рамках декады инвалидов, предлагает им посетить более 170 мероприятий. Вовсеместно будут проходить культурно-массовые мероприятия, выставки, благотворительные спектакли, концерты, киносеансы и круглые столы. 7 декабря в Доме народного творчества пройдет общегородское мероприятие, в рамках которого будет организован фестиваль и выставка художественно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями от сердца к сердцу. Подробнее о предстоящих мероприятиях можно узнать на нашем сайте ntr.defis24.ru. Не забудут в эти дни и о тех, кто в силу здоровья абсолютно немобилен. Социальные работники посетят их на дому и вручат подарочные наборы. Наталья Лушникова, Максим Липин, Новости НТР.